Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня на телеканале «Союз» православная передача «Таинство веры». И сегодня с вами протерей Алексей Ладыгин, настоятель храма преподобной Ефросиния, великой княгини Московской в Котловке города Москвы. Мы, дорогие мои, не раз с вами говорили о той замечательной теме, которую будем сегодня продолжать – это символы веры. И разбирая каждый член символа веры, перед нами открывается духовное богатство нашего христианского вероучения и то, чем мы должны в своей жизни дорожить и чем мы не должны никогда поступаться. Сегодня мы будем с вами говорить о восьмом члене символа веры, который звучит так. «Верую в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном, споклоняемо и славимо глаголовшего пророки». Удивительные события мы с вами недавно переживали – Святую Пятидесятницу и сошествие Святаго Духа на учеников Христовых и апостолов. И, конечно, это событие внутренне переживалось каждым из нас, потому что эти дни не могли быть не отмечены нами и не могли внутренне не переживаться нами. В эти дни всегда храмы Божии заполняются обильно народом, который хочет соприкоснуться к этому великому дню, к этому великому событию и к этой великой тайне и благодати, которой подает Всесвятой Дух. Мы как раз вспоминали дни после Пасхальной, когда Господь после своего воскресения являлся своим учеником и говорил им о своем учении, напоминал им то, что произошло, и это должно было исполниться. И поэтому, конечно же, воспоминал им то, о чем он и говорил, и открывал им, продолжал им открывать тайны Царствия Небесного. И когда пришло время Вознесения, то Господь сказал о своем Вознесении, и ученики опечались, говорят, «Господи, не уходи от нас». И тогда Господь сказал им, «Если я не уйду, то не придет Дух-утешитель, который наставит вас на всякую истину и научит вас». И действительно, благодать Святаго Духа сошла на учеников и апостолов в виде огненных языков, и они сподобились этого дивного и чудного события, о котором говорил им Господь. Дух Всесвятой сошел на учеников. Что с ними стало? Мы знаем, как они преобразились, как они изменились, как они пошли и стали проповедовать слово Христовой истины по всей земле. Давайте задумаемся, кто эти ученики, кто это апостолы. Это простые рыбаки, которые не были книжными людьми, которые не получили известного и значимого образования, но они настолько были просвещены этой благодатью, что они могли говорить на разных языках, они пошли в разные концы этого земного мира и проповедовали о воскресшем Господе. Мы знаем, какую огромную пользу принесла эта проповедь и какой огромный успех она имела во всей Вселенной. Хотя им приходилось преодолевать великие трудности, но Дух Святым, а не укрепляемый, конечно, достойно совершили это великое и славное служение. Символ веры говорит нам и подчеркивает, что Дух Святый исходит от Отца. И же, и очень важный момент, и же с Отцем и Сыном споклоняемо. Вот эти слова, символы веры, в первую очередь говорят нам о том, что мы должны прославлять Духа Святого наравне с Отцом и Сыном, так как Дух Святый имеет ту же сущность, что имеет и Бог Отец, и Бог Сын. Поэтому равные славы и равные поклонения и неслучайно Священное Писание раскрывает нам тайну Святой Троицы, которую мы должны будем с вами воспринимать и согласно этому учению строить свою духовную жизнь. Мы говорили с вами о том, что когда Господь посылал своих учеников на проповедь, то Он сказал им, крестите их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, подчеркивая о том, что Дух Святой имеет также божественное начало, потому что Он является Сам Богом. И же от Отца исходящее. Конечно, говорить здесь о особых свойствах Третьей Ипостаси Духа Святаго, что Он наравне с Сыном имеет свои свойства. Если Сын рождается от Отца, то Дух Святой исходит от Отца. И Его исхождение, так же как и рождение Сына от Отца, подчеркивает божественную сущность. Мы говорим о важности поклонения Духу Святому, потому что Священное Писание предупреждает нас, что всякая хула прощается в этом мире, но хула на Духа Святаго не прощается ни в всем веке, ни в будущем. Это касается нашего благоговерного отношения к Третьей Ипостаси Святой Троицы Духу Святому. Конечно же, мы говорим о том, что Дух Святый сошел на учеников и апостолов. Духа Святаго мы получаем, каждый из нас получает в таинстве крещения и затем в таинстве миропомазания мы получаем и благодать Всесвятаго Духа, дары, как мы называем Святого Духа, который обогащает нас и дает нам возможность жить по вере Христовой. Ничего без Духа Святого не бывает в этом мире, потому что везде и в каждом верующем человеке, в каждом сердце, который готов принять Духа Святого, он почивает. Дух Святый, как мы пелись с вами недавно в Святую Пятидесятницу и читаем эту молитву, каждое утро мы поем, что Дух Святой, он везде ссы и вся исполняя, и он помогает нам избавиться от всякой скверны. Если мы подумаем, что же дает нам Дух Святой, то каждый из нас, наверное, скажет, Духом Святым мы живем и движемся, и все живет и движется в этом мире Духом Святым. И каждый из нас может сказать, что не от нас исходит все доброе, но благодаря Духу Святому мы можем творить доброе от принятия нашей веры и от тех благих дел, которые мы совершаем в своей жизни. Духом Святым мы встаем и идем на молитву, Духом Святым мы поднимаемся и проделываем свой путь от своего дома до Церкви Божией, Духом Святым мы приобщаемся к великим таинствам Церкви, Духом Святым мы приобщаемся ко всему лучшему, Духом Святым мы воспринимаем спасительные дары нашего Божественного Спасителя, Духом Святым мы преодолеваем все грехи и все испытания, которые бывают в нашей жизни. Но, конечно же, без благодати Духа Всесвятого мы ничего не можем совершить доброе в своей жизни. И здесь очень важно понимать, что те грехи, которые побеждаются спасительным подвигом Господа нашего Иисуса Христа, не искореняют в нас те страсти, которые живут в нас. И для того, чтобы человеку соделаться благодатным сосудом для Духа Святого, как соделывались великие Божьи угодники, святые, мы и поклоняемся им, потому что они стали жилищем для Духа Святого. К этому призван каждый из нас. Чтобы мы соделались этим жилищем, мы должны бороться со своими страстями, которые живут в нас и которые направляют нас на творение тех непотребных дел, которые удаляют нас от Господа. И вот человек, если он живет и борется в своей жизни с теми страстями, которые одолевают его, тогда Дух Святой наполняет его сердце. Ежели нет, то тогда благодать Всесвятого Духа не входит в человеку, потому что не может пребывать Бог там, где данный сосуд исполнен всякой неправды и нечистоты. Поэтому мы и призываемся к этой духовной жизни, чтобы очистить себя и чтобы соделать душу свою и тело свое избранным жилищем для Святого Духа. Мы очень часто читаем символы веры. И вот здесь мы встречаем такие слова в конце этого члена символа веры. Глаголов шага пророки. Что означает глаголов шага пророки? Не только то, что святые пророки глаголили нам и открывали тайны Царствия Божия. Это так, правильно мы говорим. Но через кого они открывали? Через действие невидимой силы Всесвятого Духа. Господь одухотворил этих избранных учеников, и они говорили о путях Божиих, которые должны совершиться на земле. След этим путем должны пойти все люди, которые почитают Господа. Конечно же, Дух Святой не мог пребывать, как мы с вами говорили, в тех людях, которые не были достойны. Вот пророки, они были достойны. Они боролись с всякой неправдой в жизни человеческой, и они боролись с той неправдой, которая могла быть внутри их. Они были чисты, и они, конечно, были святы в своей жизни, борясь с всякой неправдой и развращенностью. И поэтому они стали избранными сосудами для Духа Святого, и возвещали Слово Божие и волю Божию по всей земле. Если мы говорим о святых пророках, которые глаголали или говорили Духом Святым и возвещали Слово Божие и волю Божию, то, конечно же, мы можем сказать и о святых апостолах. Конечно, о них не говорится особенно в символе веры применительно к Духу Святому, к третьей ипостаси Святой Троицы. Но мы и так с вами, дорогие мои, из истории знаем, что святые апостолы приняли Духа Святого в виде огненных языков, в день Пятидесятницы, и, конечно же, тем самым получили особую силу, с которой они проповедовали о воскрешенном Господе по всему миру. Мы знаем, что святые апостолы сталкивались с ужасными испытаниями, различными препятствиями, трудностями, и всегда они выходили из этих трудностей целыми, здоровыми, и, конечно же, дальше шли проповедовать Слово Божественной Истины. Мы можем сегодня говорить о том, что явление Духа Святого было самое разнообразное в жизни верующих людей, но и видимым образом так Дух Святой сходил в виде голубя на Божественного Учителя нашего, Господа нашего Иисуса Христа. Почему именно в виде голубя? Ну, потому что голубь – это такая кроткая и смиренная, это не хищная птица, и вот и Господь этим самым показывает, что всякий человек, который живет в Духе Святом, он должен быть кротким и смиренным. Мы знаем, что Дух Святой на горе Фаворской явился в виде облака, которое покрыло нашего Спасителя и тех небожителей, которые общались с ним во время Фаворского явления. Так Господь орошает и землю каплями дождя, оживотворяя его, и Дух Святой, конечно, своим действием оживотворяет нашу землю. В виде ветра, в виде бури является Дух Святой в Священном Писании. Мы знаем о том, что какое значение имеет ветер, он везде и всюду проникает. Нет такого места, куда бы он не проник. И действительно, Дух Святой, он везде и всюду проникает и бывает. Он одновременно действует во всех людях, желающих его принять по всей земле и по всей вселенной. И поэтому вот такое сравнение, что Дух Святой является в виде бури, в виде ветра, это все является, конечно же, неким таким иносказанием. Мы, конечно, с вами сегодня, дорогие мои, должны поговорить, если Духу Святому мы присваиваем божественную сущность, значит, и свойства Духа Святого, также мы должны поговорить с вами и о свойствах Святого Духа. Одним из таких божественных свойств является вездесущее. Действительно, мы только что с вами сказали, что Господь везде сущ, Он одновременно может пребывать во всех людях и по лицу всей земли. И это отражается в тех молитвах, которые мы поем в Святой Церкви, и же везде сый и вся исполняя. Конечно, Он всемогущ, и Его всемогущество выражается, свойства всемогущества выражаются в том, что Дух Святой дает различные дарования верующим людям, и которые могут творить различные чудеса. И, конечно, каждый верующий человек воздает свое, и, коль Дух Святой являет различные божественные свойства и божественную сущность, верующий человек обязан воздавать всякое божественное почитание Духу Всесвятому. И взамен верующие люди получают очень много, потому что Дух Святой, являясь человеком, дает ему различные дары. И эти дары необходимы для того, чтобы христианин исполнил свое земное предназначение и исполнил все заповеди, которые Господь дал человеку для того, чтобы он засвидетельствовал свою любовь и свое послушание нашему Господу. Какие же даются дарования? Дух Святой, как говорит святой пророк Исайя, дает нам семь дарований. Духа страха Божьего, Дух познания, Дух силы, Дух совета, Дух разумения, Дух мудрости, Дух Господень или дар благочестия и вдохновения в высшей степени. Имеющий дар страха Божьего, это такой человек, который боится потерять любовь и расположение Божие. Мы как раз сказали о том, всякий любящий человек Господа стремится исполнить заповеди Божии. И когда человек не исполняет заповеди Божии, он, конечно же, теряет Божию любовь. И это вот самое страшное, наверное, как и в нашей жизни, потерять самого близкого, самого дорогого человека, так и очень страшно, конечно же, потерять любовь и расположение Божие. Дух познания. Конечно, для чего нам нужны познания? Для того, чтобы узнать божественные учения и божественную волю. Когда мы знаем божественную волю, то мы знаем, каким путем нам нужно идти, чтобы достигнуть самые главные цели в нашей жизни. Это, конечно же, спасение. Это, конечно же, приобщение к вечности. Дух силы. Он утверждает человека в благочестии. Потому что в мире еще Достоевский прекрасно сказал, борется добро со злом, а полем битвы являются сердца человеческие. И чтобы победить именно в этой битве между добром и злом, необходим особый дар Духа Святаго, Дух силы, который поможет преодолевать все эти трудности, все эти испытания и делать в своей жизни правильный выбор. Конечно же, нам очень важно в своей жизни, чтобы мы имели некий разум, духовный разум. Поэтому дар Духа Святаго подается человеку особый. Дух совета. Это особая мудрость. Мудрость, которая помогает человеку разуметь священное писание. Не раз апостол призывает своих последователей к тому, чтобы мы жили не своим умом, но умом Христовым. Поэтому Дух дает особый дар совета, некого запечатления учения Христова. И такие люди встречаются в нашей жизни. Мы знаем, что верующие люди отправляются в разные монастыри, в храмы, где служат особые священники. Мы их называем духоносными старцами, которым подается этот Дух Совета. И мы спрашиваем совет, как поступить в нашей духовной жизни, чтобы спастись в первую очередь, конечно. Но и применительно и к нашей земной жизни. Потому что для нас очень важно, а как поступить в земной жизни, чтобы, во-первых, не сотворить грех и остаться с Господом. Но и чтобы тот поступок, который мы совершаем, не причинил никакое зло тем людям, которые окружают нас. Дух разумения. Конечно, Дух разумения важен каждому человеку. И мы должны понимать все необходимое в нашей жизни. И когда мы имеем Дух разумения, то мы понимаем свои обязанности в нашей жизни. И тогда то дело, которое мы делаем, оно не может печалить нас. Потому что это дело вручено нам самим Господом. Это наш крест. И тогда мы несем Его с радостью. И Он не раздражает нас. Но и мы в то же время с радостью несем то послушание, которое Господь возлагает на нас в нашей жизни. Дух мудрости. Конечно, мудрость нужна всякому человеку. Но особо Дух мудрости подается от Духа Святаго. И он необходим для нас в нашей жизни. Потому что мудрость заключена не в том, опять-таки, что что-то сделать такое великое, которое прославит нас. Но мудрость заключается в том, что человек, исполняя заповеди Божии, сохраняет и себя, и близких своих в спасительном пути, который приводит к жизни вечной. Ну и Дух Господень – это особый Дух. Это Дух благочестия и вдохновения в высшей степени. При этом, конечно, дарование человек может управлять самим собой. Потому что благочестия достичь невозможно нам, если мы, конечно же, не будем иметь возможность управлять собой. Управлять своими потребностями, желаниями. Управлять своими страстями, которые время от времени вспыхивают в нас. Вот этот Дух Господень, он необходим каждому христианину, чтобы достигнуть спасительного пути. Такое особое, конечно, значение имеют те дары, которые дает нам Дух Святой. Но кроме этого есть еще очень важные моменты. Они заключены в том, что Дух Святой дает нам и особенно увидеть плоды духовной жизни. И подает нам эти плоды. Плод же духовный, говорит нам апостол. Есть любви, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. И, конечно же, мы понимаем, насколько имеют значение все эти плоды, перечисленные сейчас мною. Как и любовь, это в высшей степени, конечно же, почитание Бога. Долготерпение, оно необходимо человеку. Радость, без нее невозможно жить, потому что тот человек, кто живет в Господе, он пребывает постоянно в радости. Как пребывал преподобный Серафим Саровский. Радость моя, Христос воскресе. И это знание является самым главным и самым основным в жизни человека. Конечно, мы говорим и о вере, но вере не той, как догматической веры, которую мы имеем, а вере, знание о том, что мы возлюблены Богом, что мы доверяем Богу, что мы готовы исполнить все то, что Господь нам благословляет. Конечно, важно воздержание в нашей жизни. Конечно, очень важна кротость, потому что те, кто являются кротками, они имеют будущее, они наследуют землю, говорит нам Священное Писание. Это все плоды Всесвятаго Духа. Мы сегодня с вами, дорогие братья и сестры, говорили о очень важной теме, о восьмом члене символа веры. Ну а далее мы будем с вами, конечно же, говорить уже о девятом члене символа веры, который тоже нам откроет глубину и тайну о Святой Апостольской Церкви. До свидания, храни вас Господь, до новых встреч!